Рабочие будни в новом 2023 году начались с объемного планерного совещания. В президиуме глава региона Вениамин Кондратьев. По видеосвязи к обсуждению подключились главы муниципальных образований, в их числе Маранап и Василий Швец. Повестка заседания насыщенная. Важнейший вопрос – ключевые задачи по развитию Краснодарского края. Валовый региональный продукт, вот какой он будет, это значит и есть наш результат. Итог прошлого года. На самом деле, еще раз хочу сказать, что 4 года назад мы сказали, что это фантастика. Этого быть не может, чтобы валовый региональный продукт был 3,5 триллиона рублей. Это недостижимые были результаты. А в этом году мы ставим 3,8 триллиона рублей сегодня в валовый региональный продукт. И нам важно эту планку достичь. Чтобы экономика по-настоящему не то, чтобы была стабильной, а имела развитие. В непростых условиях. И мы по итогам прошлого года и бюджет 410 миллиардов рублей показали на самом деле, что это время возможностей. Это не слова, а реальные дела. Мы максимально сделали все, чтобы зайти, еще раз подчеркиваю, на те же полки, на ниши, которые оставили иностранные компании своей продукцией, своими товарами. Но в прошлом году были первые шаги. А в этом году они уже должны быть более уверенные и еще более активные. Серьезную поддержку в этом году получит агропромышленный комплекс «Края». Свыше 11 миллиардов рублей объем финансирования. Кроме того, продолжат свою работу профильные фонды. Промышленность – это важный ресурс нашего края. Отрешство, которое сегодня показывает хороший результат. Но нам нужно еще больше. Здесь, вот, Сан Саныч, я надеюсь, что тот инструментарий, который сегодня уже есть в крае, это и фонд поддержки промышленности, он сегодня 5 миллиардов рублей. Вот микрофинансирование. Все эти программы, в том числе, которые в крае существуют, они должны работать на результат. Значит, на рост промышленности. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, бюджет, как и прежде, имеет социальную направленность. Финансирование сферы образования, здравоохранения, культуры в приоритете. Так, например, в Анапе сейчас ведется строительство детского сада в станице Анапской. Капитально ремонтируется несколько школ в сельских округах, а в СУКО будет открыт современный ДК с просторным концертным залом. Мы смогли, на самом деле, достичь очень высоких результатов в строительстве, я хочу сказать, и в строительстве социальных объектов, и в том числе инфраструктурных проектов. И это очень сегодня важно. Очень важно сохранить ту динамику, те темпы. Коллеги, у нас сегодня в стройке 102 социальных объекта. По объемам сегодня строительства социальных объектов мы превышаем олимпийский период. И это сегодня, конечно, достижение. Это достижение, в первую очередь, и возможностей бюджета нашего региона.